Продолжение следует... У всех на устах, уже в настроении в наших, во всех планах. Это поездка. Просто замечательная, грандиозная поездка. Я специально пригласила Ларису Артамонову для того, чтобы сейчас мы проговорили все важные нюансы, все важные моменты по организации. Так как вы, как региональные лидеры, также будете непосредственно участвовать, и не просто участвовать, а быть теми же самыми организаторами. Лариса, я видела, что ты уже подключилась на площадке. Пожалуйста, передаю тебе слово. Самые основные моменты по мероприятию, именно по организационной части. Коллеги, приветствую. Сейчас отрегулирую. Насколько меня слышно? Так, меня в эфире слышно, видно, что происходит, какой-нибудь плюсик. Так, слышно. Отлично. Приветствую всех. Основная задача по мероприятию, чтобы вы все понимали и предупредили максимально тех, кто едет с вами и с кем вы знакомы. Первое. Когда вы должны убедиться, что все ваши люди поняли, что они должны были самостоятельно забронировать номера в отеле. Если не самостоятельно, то их лидеры должны были это сделать. И если человек официально забронировал место, и оно у него есть, значит, у него на сегодняшний момент до выезда должно было быть на почте письмо, подтверждающее бронь. И именно с этим письмом подтверждения брони человек приезжает в отель, показывает его и заселяется. Как оказалось, что многие люди передали это на обкуп своим лидерам, и почему-то были полностью уверены, что лидеры за них забронируют номера, и чтобы у нас не получилось так, что будет ряд людей, которые будут метаться с чемоданами на вокзалах в аэропортах, и им некуда будет заселиться. Это первый момент. Пожалуйста, проконтролируйте, просмотрите в ваших группах, либо сделайте какую-то рассылку по своей базе, если она у вас есть. Напомните участникам, что они должны были получить уже бронь проживания в отеле, если на них действительно забронирован номер. Значит, основные гостиницы, отели, в которых расселяются наши команды, но сейчас у нас как бы группа прибалтийская, у них свой собственный отель, свой собственный автобус, и они как бы едут своей собственной группой, все там в группе у них организовано. У всех остальных люди, у нас участники расселяются по отелю «Беларусь» и по отелю «Орбита», что является основным. После этого желательно, чтобы все ваши участники, все ваши группы 22-го числа уже были в Минске. Но у многих уже билеты куплены, поэтому для тех, кто 23-го только прилетает, либо приезжает автобусом по ЖД вокзалу и так далее, или на своих машинах 23-го, если они приезжают только в Минск, их обязанность успеть в 9.00 быть в Минске на ЖД вокзале, центральный железнодорожный вокзал Минска, и там есть такая улочка боковая, дружная, у нас как бы будет рассылка, где найти эту точку, где найти этот пункт. Значит, в 9.00 уже там начнется посадка, и где-то в 9.20 уже автобусы все уйдут на Марину-Горку. Ждать никто никого не будет. То, что касается сейчас, так как мы все лидеры, вы понимаете, что такое организация, наша задача вовремя мероприятие начать, и чтобы все люди, которые были в наших группах, на это мероприятие успели. Все, что касается автобусов из прибалтийских стран, кто едет на своих автобусах. Было бы, конечно, идеально, если бы вы сразу на своих автобусах от отеля поехали в Марину-Горку, потому что сам момент регистрации, он тоже длительный. И тогда, когда основная группа, кто погрузится на автобусы на трансфер от КБ, подъедет к полигону, вы бы уже прошли регистрацию. Но там очень сложная навигация, и несколько таких поворотов, если человек не знает, куда ехать, то он туда и не попадет. Поэтому у вас было принято решение, что вы автобусами приезжаете, подъезжаете на автобусах к улице Дружная, и с этой улицы пристраиваетесь за основными автобусами, которые идут на полигонах КБ, и едете. Вот к вам рекомендация такая, чтобы вы не в 9.00 подъехали, а чтобы вы на ваших автобусах были там полдевятого. Потому что самый первый автобус, который будет по списку людей, кто пройдет регистрацию и в автобус сядут, этот автобус будет сразу отправлен, чтобы вы за ними, ваши автобусы могли поехать, и вы первыми прошли регистрацию на полигоне в Экотехнопарке. Для тех, кто опоздает или что-то там произойдет, у кого-то поезд задержится, у кого-то самолет не прилетит, людям придется самостоятельно добираться, и это уже вопрос организации, не покупки билета на последние 2 часа до мероприятия, а приезд заранее. Поэтому у нас будет рассылка, но все равно, если у вас есть лично приглашенные, предупредите их хотя бы где-то Марьяна Горка, и GPS-навигатор пусть они передадут таксисту, потому что, как оказалось, в Минске тоже не каждый таксист знает, где там Марьяна Горка и как туда... То есть все знают, где Марьяна Горка, но где полигон знают немногие. Это то, что касается посадки. Посадки, высадки и присутствия на полигоне. На самих мероприятиях 23-24 числа, аж как бы вторая такая болевая точка этого мероприятия, потому что люди оказались все взрослые, но совершенно не понимают, что такое организация. Это очень странно, но все же. Что сейчас происходит? У нас с вами Анатолий Дуарч перфекционист. Он делает все на высшем уровне, и все мы это знаем. Исходя из этого, было у нас объявлено по акции по деревьям, что будут изготавливаться таблички, никаких кустарных табличек, написанных фломастером, как это было в октябре этого года, не будет. Было объявлено это Юницким. Поэтому все таблички официально передаются предприятию, которые их изготавливают. И у нас с вами была рассылка, не одна рассылка по базе, что до 11-го числа все покупки, которые были до 24-00 суммируются, база выгружается. Ну, это уже последняя как бы партия табличек, которая отправляется для печати. Такая партия сегодня была, 11-го числа была отправлена последняя. Дата изготовления срок табличек 20 рабочих дней. Поэтому в КБ вывернули руки всем производителям, чтобы они максимально напечатали эти таблички. Сейчас у нас появляются люди, которые оплатили пакеты. Причем продажа пакетов продолжается. То есть у нас не закрыты пакеты по покупке деревьев, которые можно покупать всю оставшуюся жизнь, делать на них рассрочку и так далее. Но красивых именных табличек не будет. Раньше было принято решение о том, что даже те, кто после 11-го уже покупают, как бы не будут допущены к посадке. Будут, конечно, допущены к посадке, но на них не будет этих табличек. Чтобы люди понимали, потому что на сегодняшний день, вот сейчас буквально до того, как я вышла в эфир, я 2 часа, можно сказать, с 7 утра, вела бурную переписку с людьми, взрослые люди, которые требуют конфетку дайте мне в руки. Я оплатил дерево, вы такие плохие, мне его не даете посадить. Мы всем даем посадить дерево, но, пожалуйста, общайтесь, если бы лидеры со своими людьми общались как взрослые со взрослыми, это нас бы, организаторов, просто уберегло наше время, энергию от того, чтобы объяснять взрослым людям, как стоят дела на самом деле. Поэтому у нас к вам просьба, объясните всем вашим людям, что тем, кто оплатил до 11-го, включительно, дерево, таблички будут напечатаны, а всех остальных нет. Списки будут распечатаны, по деревьям люди будут допущены к посадке, но не будет табличек. Следующий очень важный момент по посадке деревьев, и у меня огромная просьба для всех вас, когда вы будете ехать в автобусе, у нас тут очень мощная, сильная прибалтийская группа, чтобы вы объяснили, что было так понято, к сожалению, у нас информация иногда выдается не совсем корректно. И в самом-самом начале, когда только пытались, мы планировали организовать конференцию, было объявлено, что деревья пойдут все садить, потому что деревьев очень много, а таблички будут давать только тем, и именные таблички только тем, кто оплатил. И большинство людей эту информацию очень хорошо запомнили и не в курсе того, что деревья пойдут и садить только те, кто оплатил. Поэтому, пожалуйста, когда вы будете ехать в автобусах, когда вы будете общаться со своими людьми, объясняйте, что нам нужна очень четкая организация на мероприятиях. Вы лидеры, поэтому не пребывайте в иллюзии, что вы там будете веселиться, петь, танцевать, есть шашлыки и как бы участвовать в общем мероприятии. На вас точно так же возложена ответственность наблюдать за своими группами и быть в какой-то мере направляющим звеном, потому что люди будут бегать, всегда кто-то будет недоволен. При приятиях, как бы организация мероприятия вещь сложная, людей у нас очень много. У нас заявилось полторы тысячи человек на мероприятие, оплатила по факту оплаты у нас всего где-то человек 600-700, то есть вдвое меньше. Поэтому мы не знаем, сколько еще людей приедет самостоятельно и с этим надо будет тоже что-то делать, чтобы у нас не получилось так, чтобы устоять люди перед мероприятием с лозунгами скандировать. Мы инвесторы, нас не пускают на полигон. Поэтому от вас нужна будет максимальная осознанность. Ваша задача донести до ваших людей и приготовиться к самим, к тому, что может быть дождливо, может быть влажно, а может быть и сухо. Хотя по прогнозам погоды у нас там тучки и дождик. Но я думаю, что мы манифестим и будет солнечно. Поэтому, конечно, никакой парадной одежды 23-го числа там неуместно. Это должна быть хорошая такая одежда, в которой вы ходите в лес. То есть это не смокинги, не ботинки для мужчин, а обувь, которая позволяет вам, если вдруг будет грязно, и тем более тем из вас, кто выкупил деревья, вы видели по полигону, какая там земля, какая там глина, вообще там суглинок. Чтобы вам не пришлось потом оттирать ботинки и переживать за них. Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы у вас был с собой зонтик, чтобы у ваших людей был зонтик. Значит, вот контактные телефоны в Минске на 23-го. Можете звонить мне, но я дам телефон Анастасии обязательно, чтобы вы могли отзванивать и спрашивать. И я думаю, что, наверное, мы дадим несколько телефонов, отправим по рассылке, потому что один человек физически не успеет на телефоны всех ответить. Итак, значит, у нас будет пропускная система. Эта пропускная система будет на полигоне. И у нас этим занимается кетеринговая компания, которая специально нанята для того, чтобы организовать все мероприятие. На входе, ну, у нас как бы нет такого требования там паспортов, пока никто не объявлял. Но будет хорошо, если вы на всякий случай с собой паспорта возьмете. Значит, там, согласно спискам, будут у всех браслеты на руку. Значит, если человек садит дерево, и он есть в списке, у него будет зелененький такой браслет. И если человек просто участник, у него будет другой браслет. Если будет какое-то количество людей, которые приехали и не оплатили, у них будет следующего цвета браслет. Они будут внесены в списки для того, чтобы затем с них была снята оплата эти 15 долларов, либо они оплатили самостоятельно. То есть браслеты будут трех видов, они будут на руке. Поэтому предупредите всех своих людей, чтобы никто их не выкидывал, потому что иначе на посадку дерева не пустят. Вот. 23 число. В 10 утра начала. Там будет несколько зон. На входе, на мероприятие, на сам полигон будут выдаваться очень красивые буклеты. На этих буклетах будет схема всего полигона, и будут отдельные локальные зоны, где можно будет сфотографироваться, где будут шоу, там что-то с огнем. Там очень красиво, красивое мероприятие. Будут зоны туалета, выделенные специально. Будут специально выделены зоны для фото. Значит, у нас там будет шатер. Будет организовано горячее питание, и у нас пройдет конференция, на которой будет выступать Виктор Бабурин и Анатолий Дуарчевицкий. Информация будет интересная, информация будет знаковая. У нас, значит, группа, у нас несколько групп, которым понадобится переводческая гарнитура и переводчик. Это коллеги Венгрия, Чехия, Словакия, Словения. На сегодняшний день переводческая гарнитура уже вся взята, то есть она взята в аренду и подготовлена. Единственное, что ответственностью этих групп является подготовить переводчиков. То есть переводчики – это ответственность тех, кто приезжает с группами, говорящих на других языках, кроме русского и английского. Поэтому посмотрите, если вдруг у вас что-то с переводчиками не получается, значит, придется там организаторам, кто понимает, хоть как-то переводить. Но еще раз скажу, что переводческая гарнитура уже вся взята. Для очистки совести сообщу, что коллеги в КБ приложили огромные китонические усилия, чтобы найти переводчиков в Минске на венгерские, словацкие, словенские, чешские. Таковых не оказалось вообще. То есть в Минске ни одно переводческое бюро не предоставило людей, которые бы говорили на таких языках. Вот, поэтому тут как бы вопрос сейчас не в том, есть ли деньги у компаний, а в том, что просто переводчиков на такие языки в Минске не существует. Ну, по Питеру я поузнавала тоже. Как бы такие языки не ходовые, переводчиков нет. Поэтому перевести на язык будет ваша ответственность. Сразу внимание для тех лидеров, которые у нас, группы венгрии, чехи, словакии, словении. Переводческая гарнитура вещь такая дорогостоящая, поэтому сообщите всем своим людям в своей группе, что когда им будут выдаваться эти, значит, аппаратуры, они будут в залог оставлять что-то, не знаю, там 10 евро, 20 евро или 30, какую-то сумму. Потом, когда они будут возвращать после мероприятия гарнитуру, им деньги будут возвращаться. Это нужно для того, чтобы, потому что опыт показывает, что 80% людей убегают, даже забыв вернуть эту гарнитуру. Чем это грозит? Дело в том, что ее надо зарядить, и если ваш человек уйдет с гарнитурой, не сдав ее после мероприятия, на следующий день он останется без перевода, потому что его гарнитура будет полностью разряжена. Она собирается вечером, ставится ночью на зарядку, и утром опять выдается всей группе. У нас будет человек, который 24 числа на конференции точно так же выдаст эту гарнитуру. Для того, чтобы все, кто говорит на других языках, могли быть полноправными участниками конференции. То есть 24 числа так же. По поводу мероприятия 24 числа мы начинаем в 10 утра. С 9 до 10 у нас будет идти регистрация. Мероприятие будет длиться всего до 14.00, полдня. Поэтому у нас будет такое очень красивое мероприятие, сжатое, конкретное. У нас будет поздравление лидеров. Кофебрейк у нас переносится на конец мероприятия 24 числа, потому что людям очень важно пофотографироваться. Это праздник, это шоу, и люди хотят увести как можно больше не только информации, но и впечатлений. Поэтому было принято решение, что кофебрейк 24 числа переносится на 13.00, и люди уходят на кофебрейк, и тут же будет у нас как бы такое лобби, где будут задавать вопросы, получать ответы, где будет зона фотографий, групповые фотографии и так далее. Смотрите и свое время регламентируйте, регулируйте так, чтобы те, кто улетает уже 24 числа после конференции, либо привезли с собой сразу все вещи в отель Пекин или Бэджин, как это читается на других языках, и затем уже оттуда либо заказывали такси, либо заказывали трансфер, и уже уезжали в аэропорты и на вокзалы. Значит, сейчас мы вернемся к 23 числу по полигону. Значит, все, кто у нас размещается в отеле «Беларусь», там очень большая группа, и для вас, предупредите всех, для вас будет трансфер. То есть мы берем трансфер и сразу загружаемся в автобус, у нас там как раз 60 человек, и мы сразу уезжаем на полигон в «Марину горку». Вот, мы выезжаем в 9 часов, даже чуть пораньше, поэтому все ваши люди должны быть, мы список вышлем, все ваши люди должны будут стоять в фойе уже хотя бы без 10, без 15, чтобы мы все сверили списки, все нашли, сели и уехали. Вот, Прибалты у нас, Прибалтийская группа добирается самостоятельно, все, кто по другим отелям, они приезжают на ЖД вокзал, на улицу Дружная, садятся в автобус, садят в автобусы и уезжают. После мероприятия, в 17.00.23 апреля на полигоне у нас завершение, всех точно так же посадят в автобусы, и автобусы как бы увезут людей обратно. Увезут обратно там, где взяли. То есть, если это от отеля, это в отель, если это от ЖД вокзала, то к ЖД вокзалу. Значит, будьте очень внимательны, на 24 число официального трансфера никакого нет, поэтому группа из Прибалтики, вы также доезжаете автобусами, все остальные смотрят карту и добираются либо до метро, если это вам удобно, там отель Пекин находится буквально рядом со станцией метро, все остальные вы можете взять для себя такси, либо добраться каким-то другим способом. Такси в Минске недорогое, в такси можно оплачивать картами, это у них как бы введено везде, то есть в любом такси вы можете оплатить картой. Если вы заказываете трансфер в отеле, вы предупреждаете, что вам нужно такси, в котором вы можете оплатить карты. Принимаются карты из всех банков, и виза, и мастер-карт, и со всех стран. Теперь следующий момент, который касается организационного вопроса, это белорусские рубли для покупки печатной продукции, которая приготовила КБ. Значит, эта продукция не будет продаваться по картам, она будет продаваться представителям торговой точки, и будут приниматься только белорусские рубли. Поэтому если вы или ваши люди хотят приобрести эту печатную продукцию, там будут календари, там будут буклеты очень красивые, там как раз будет вот этот большой буклет, по которому в Министерстве транспорта Российской Федерации защищали инновационность нашей технологии, это все будет продаваться только за белорусские рубли. В Беларуси, если вы можете поменять эти белорусские рубли, приготовить их с собой перед выездом в Минск, в своих странах приобрести, либо в отелях. На самом деле в отеле Минска, там у них очень жесткий контроль, и у них одинаковый курс везде. Поэтому если вы можете обменять свою валюту на белорусские рубли прямо в отеле, и те, кто в отеле Армита, кажется, там есть, и в отеле Беларусь, но ситуация в чем? Важно позаботиться об этом заранее. Для тех, кто приезжает или прилетает 22 апреля, вы успеваете. Те, кто прилетает 23-го, валюту будет менять негде и некогда, потому что люди прилетят с корабля на бал. То есть они вынуждены будут не валюту бегать менять, а постараться успеть на авторусы. И если вдруг кто-то из вас или ваших знакомых пропустил эту информацию и не привезет с собой белорусские рубли 23-го числа на полигон, 24 апреля у нас точно так же будет продаваться, выставлено на продажу от конструкторского бюро, вся эта продукция. И там уже, конечно, когда у нас в 17.00.23 закончится мероприятие, у вас будет достаточное время, чтобы валюту обменять. Но никаких приемов оплат по картам и обмена на вашу валюту не будет, только белорусские рубли. Чтобы вы ориентировались в том, сколько вам валюты нужно поменять, белорусские рубли, рассчитывайте примерно так. Значит, в среднем пакет будет стоить где-то 5 долларов. 5-5 долларов пакет. От 5 чуть-чуть поменьше. В зависимости от... Если на русские рубли, вот вы русскоязычные у вас или русско живущая монитория, это 300 рублей. Вот представьте, если вам надо купить 10, 20, 30, 40 пакетов на всю вашу группу, и вам нужно там условно на это потратить от 3 до 6 тысяч рублей, это получается 100 долларов, 100-200 долларов. Вот на эти деньги вы меняете белорусские... меняете эту сумму на белорусские рубли. Значит, в магазинах в Белоруссии можно расплатиться по картам, поэтому очень много вам этой белорусской валюты не нужно. Везде, во всех жизненно важных точках в Белоруссии принимаются карты. Вот в любом случае в своем отеле вы можете разменять небольшую сумму. Белорусские рубли очень неудобная вещь, потому что у них курс обмена в миллионы. Это у вас будет вот такая пачка денег, которые вы все время будете в ней путаться и не понимать, сколько надо отдать. Но позаботитесь о себе. Итак, значит, у вас должны быть зонтики на случай, если будет дождь. Может быть, какая-то резиновая обувь, но может не резиновая обувь, хотя бы ботинки, которые вам не жалко будет, если вдруг на полигоне будет грязно. Все, вас привезут и вас увезут. 24-го числа трансфера нет, вы выбираетесь самостоятельно в отель Пекин. В 9 часов начинается регистрация, в 10 уже мероприятие. И затем все самостоятельно расходятся по домам. Кто-то уже на вокзал, кто-то в аэропорт. Уже как бы все заботятся о себе сами. Еще раз последний акцент, прежде чем я отключусь. Узнайте у ваших людей, действительно ли получили они подтверждение, что у них забронированы отели. В отеле «Орбита» там будет скидка от 10% при оплате либо наличными, либо по карте на ресепшн. В отеле «Беларусь» скидка составляет тоже где-то в среднем от 10 до 15%. При оплате на ресепшн, либо наличной, либо по карте, и вы еще говорите, что у вас есть промо-код «Скайвэй». В этом случае вам обязан быть расселение со скидкой. Для того, чтобы затем всем участникам было вознаграждение на акционный счет за билеты, за проезд и за проживание, сделайте акцент всем вашим участникам, чтобы они обязательно сохранили проездные документы и обязательно взяли в отеле при выезде чек оплаты, что он у них был, и карту гостя, где написано, что это вот на такого человека был забронирован номер, он был оплачен. Возмещение затрат на проезд и проживание будет осуществляться в личном кабинете, когда все участники вернутся домой, отсканируют свои проездные документы и эти фотографии приложат в личном кабинете. Значит, деньги, которые они потратили в долларовом эквиваленте, будут зачислены суммой на акционный счет для того, чтобы вы могли, вы и ваши участники могли на эти деньги купить акции. Вот как бы на сегодня все основные новости по мероприятию. Если еще какие-то есть вопросы, стоимость продаваемых буклетов где-то от 100 до 300 рублей, это в долларах там, не знаю, от 2 до 5 долларов, не больше, до 10 будут книги, то есть вот такая средняя цена. В отеле наличными рассчитываться белорусскими рублями? Вы знаете, все отели принимают карты. Вот все. Я говорю, сколько я была в Белоруссии, вообще про себя скажу. Я лет 10, у меня налички вообще. Вот сейчас если посмотреть и попросить у меня хотя бы 5 копеек, я вам никогда не найду. Я везде расплачиваюсь по карте во всем мире. Поэтому в Минске точно так же. Вы можете расплатиться, но можете поменять там, если вам понадобятся белорусские рубли, прямо в отеле. В отеле. Так, контакты и телефоны в Минске. Все, мы отправим все в рассылки. Еще какие-то вопросы? Лариса, скажи, пожалуйста, можем ли мы разместить в чате вот такое пожелание? Здесь спрашивают координаты для навигатора, адреса, куда мы приезжаем 23-го, и как раз телефоны организаторов. Вот я прямо сейчас сюда сброшу вам координаты все. Так, главное спасибо, что вы задали этот вопрос. Так, буквально сейчас. Еще у меня это как раз открыто. Так, координаты для GPS-навигатора. Вот оно. Мы как бы сделаем рассылку по нашей базе, по базе РСВ. Эта рассылка уже была. По нашей базе мы... Вот я сейчас попрошу вас в чате ничего не писать. Я вам сбрасываю информацию основную. И сейчас посмотрю телефон. Ну, вот телефона Анастасии нет. Давайте я на всякий случай напишу вам хотя бы свой телефон пока. Так, это Лариса Артамутова. Лариса, очень большая просьба это продублировать в чате региональных лидеров, чтобы все увидели. Хорошо? Да, хорошо. Лариса, огромная благодарность. Все подробно, я надеюсь, все понятно. Спасибо большое. Мы продолжаем тогда дальше. Отлично. Коллеги, тогда мы очень быстренько продолжаем дальше, так как у всех, как говорится, настроение рабочее и есть нам всем чем заняться. Следующий момент, это чисто такие организационные моменты по странице лидеров, по странице команд. Сейчас все это дозаполняется. Я еще раз просто подтверждаю. Все, кто не успел либо сделать фотографии свои, либо прислать, практически уже у нас осталось 2-3 человека. И у нас, как всегда, идет пополнение. У нас, я даже выписала себе, у нас сейчас подсоединяются уже очень крупные лидеры из Казани, Швеция, Финляндия, Дания, с Германией в том числе. Поэтому тоже будут добавляться люди на эту страничку. Знакомьтесь, заходите, смотрите, также добавляйте свои лидерские советы. Мы так будем писать, что это как представитель лидерского совета. И с удовольствием будем вывешивать ваших лидеров, которые работают и помогают вам в ваших регионах, для того, чтобы мы видели и знакомились всей нашей командой. Коллеги, еще раз просто напоминаю о том, что все соглашения договора готовы. Они будут выданы всем 24 числа на торжественном вручении. Но если кто-то по какой-либо причине уважительно не может присутствовать, конечно, будем высылать. Но очень хотелось бы пожать каждому руку и даже обнять каждого. Следующий момент, вы видите, я уже такими жирными, большими цифрами написала. Давайте договоримся с вами, что с 25-27 числа, то есть такой интервал, у нас будет это время для нас, как для региональных представителей, лидеров. Это сроки и даты, когда вы все присылаете мне на почту буквально одно письмо с двумя строчками. То есть первый – это город-страна, даты мероприятий, которые вы провели, то есть такой мини-отчет, что называется, потому что планы есть планами, но есть фактические какие-то мероприятия. Уже в конце месяца вы знаете, что у вас точно проходит, что не проходит. Супер приветствуется, когда вы присылаете фото, потому что мы сейчас накапливаем фотографии уже для следующего ролика, такого более расширенного, поэтому делайте фотографии, фотографируйтесь, якорите эти энергии, эти мероприятия, этих людей, которые к вам приходят. Второй пункт в этом письме – это то, что планируется на следующий месяц для расписания. Сейчас у нас уже следующий май. Что относительно, почему бы написалось с 25 по 27, у нас именно в этом месяце сейчас это мероприятие Минское планируется, поэтому кто-то будет в отъезде, но 27 числа, коллеги, вся эта информация должна быть уже у меня на почте. И то, что касается нашей следующей планерки, которая планируется, то есть стоит по плану 26 числа, возможен такой вариант, что я еще буду в дороге, либо что-то, может быть, со связью в дороге не будет благополучно. Коллеги, тогда, как всегда, мы договариваемся в чате региональных лидеров. Я точно так же по всем новостям, все напоминания, пожалуйста, обращайте внимание, смотрите, информация будет в чате региональных лидеров. Возможно, мы перенесем следующую планерку на 28 число, 28-29, поэтому внимательно следите и за информацией. И с 25 по 27 я жду ваше письмо, информационное письмо. Мы это берем уже за правило, это будет каждый месяц. Вы присылаете о текущих мероприятиях мини-отчет. Не нужно ничего долго описывать. Пожалуйста, две строчки. Что сделано, даты, что-то, может быть, у вас какие-то рабочие были планерки, или еще что-то, да, с партнерами круглой столами. Сейчас об этом также поговорим. Именно о мероприятиях, которых вы делаете для всех, это то, что вы проделали, и то, что планируется расписание на май. Очень важный акцент, очень важный момент. Кто-то мне пишет, я же вам уже присылал, там, 3 месяца тому назад, у нас наше мероприятие проходит по четвергам. Коллеги, значит, такие письма я не принимаю. Я не могу заходить в 3 месяца тому назад, где-то разыскивать ваше расписание и так далее. Давайте возьмем за правило. Это удобно, это очень динамично стимулирует каждого, и это дает эффект и результат. С 25 по 27 запишите себе прямо сейчас эти даты, у нас даты, такие отчетные дни, да, плановые отчетные дни. Это будет для всех удобно и будет давать нам всем динамику для движения. Следующий момент, вот пятый и шестой пункт хотела бы объединить в один. У нас, вы знаете, сейчас Лариса говорила про мероприятие шикарное, на которое мы все настраиваемся. И хочу обратить ваше внимание, на это мероприятие будут уже объявлены даты, обратите внимание, 31.05, это смена очередного этапа. Это говорит о том, что еще месяц май нам дадут очень активно поработать с теми дисконтами, которые у нас существуют на сейчас. Это время такое, знаете, как я все время говорю, на раскаленной сковородке, просто супер-возможность для того, чтобы осуществить все свои планы и по статусам, и по возможностям, по построению команд. Поэтому май у нас будет мега-супер-активный. И в связи с этим еще раз напоминаю, что у нас действует, уже вступил в силу и стартовал конкурс «Поездка на Кипр». Вот такие конкурсные условия в мае будет сделать, ну просто очень, не просто реально, а мега-реально, да. Поэтому используйте эту возможность. Давайте хорошо поработаем в мае, и уже потом встречаемся все на Кипре. У нас тоже будет очень интересное мероприятие. Поэтому этот момент я объединяю. Май у нас будет просто мега-активный. Настраивайтесь на это уже сейчас. Поэтому в планах у нас на текущий месяц также остается объем. Миллион. И у нас, как всегда, все хорошо в этом плане идет. И хорошие цифры буквально на середину месяца. Мы уже приближались к объему 500. Поэтому, коллеги, давайте сделаем этот объем. Давайте покажем, что мы на самом деле можем. И мы это сделаем, правда? В мае у нас уже будут следующие этапы. Как всегда, прошу, ваши импульсы. Он очень важен для нас, для всех. Ну давайте поставьте плюсики или как-то обозначьте это. Давайте будем прямо фиксировать это наше намерение, которое реализуется. Поэтому давайте сделаем это, да. Следующий момент, который очень хотела бы отметить. Естественно, не забываем о том, что май еще остается у нас супер-мега-предложение. Делаем акцент на тех статусах, которые мы планировали. И уже со следующей встречи, со следующей нашей планерки, со следующей или уже с начала мая, у нас начнутся, помимо наших рабочих встреч, как отдельный блок, мы будем вести круглые столы. Будем приглашать наших же региональных лидеров, с которыми будем показывать мастер-класс и круглые столы проведения переговоров. Сборы команд для мероприятий. Мы планируем даже организовывать такие мини-центры продюсерские, как организаторы, которые будут не просто проводить, допустим, в регионах мероприятия, в плане как спикеры. Люди, которые просто будут организовывать это. Поэтому мы будем сейчас расширяться. И, конечно, у нас актуально по-прежнему стоит вопрос расширения команд. Потому что только с расширением команд появляется сия энергия, которая дает результат. Мы уже об этом говорили на каком-то из вебинаров. Как пример, да. Вот маленький простой пример. Кажется, Володя, насколько я помню, Владимир Маслов это озвучивал на одном из семинарий. Приводил пример того, что один человек может поднять бревно, которое весит 100 килограмм. Второй человек тоже может поднять бревно, которое 100 весит килограмм. Но два человека могут поднять 300 килограмм. Понимаете, да. Вот что значит команда. Это просто маленький-маленький пример. И для того, чтобы мы еще фокусировались и получали хорошие результаты, конечно, мы будем проговаривать эти такие небольшие мастер-классы обучающие. То есть не долгие обучения, а именно проговаривать фишки, делиться. Будем приглашать наших прекрасных и будем также приглашать вас, у кого есть результаты, обязательно делиться тем, что есть. Дальше момент. Это просто как напоминание о том, что сколько мы теории не говорили, все равно все обучение происходит через действие. Поэтому мы с мая месяца уже планируем не просто на месяц вперед, мы планируем также летние месяцы, в которые обязательно будут включены телемосты. Вы знаете, летний период – это период дач для кого-то по инерции, по привычке. Это время отпусков, отдыха и так далее. То есть такого активного перемещения. И для того, чтобы все пласты и категории наших инвесторов были задействованы, все наши команды, поэтому у нас будут презентации, все то же самое, плановая работа на каждый месяц, плюс телемосты обязательно. Это тогда, когда вы в своих регионах собираете людей, но где-то, допустим, проходят конференции и будет трансляция. И обязательно будут крупные конференции. Сейчас мы уже будем это планировать буквально после приезда из Минска. У нас будет очень хорошая информация. Я просто уверена и знаю, что она всех нас будет вдохновлять. И все у нас будет замечательно получаться. Поэтому, коллеги, что у нас даст... Благодарю вас за ваш импульс, за вашу поддержку, за нашу поддержку. Мы одна единая команда. На сегодняшний момент уже подписано 26 договоров, соглашений. Наша команда будет расти. Как я уже сказала, что у нас 5 соглашений новых лежит на подписании. Поэтому, коллеги, думайте о том, кого вы еще можете пригласить как региональных... Как региональных, не просто спикеров, а региональных команд, региональных лидеров в других странах, в других городах. Там, где вы проживаете, где вы находитесь. Вы знаете, что каждый из вас не просто это делает, а еще имеет и коммерческое предложение, то есть дополнительный бонус за помощь таким людям в течение первых трех месяцев получает 50% от того бонуса, от той суммы, объема бонуса, которую будут получать ваши региональные лидеры, приглашенные вами. Коллеги, на сегодня у нас информации достаточно. Пожалуйста, в те дни, когда мы будем присутствовать в Минске, когда мы будем в переездах, либо в дороге, пожалуйста, я еще раз фокусирую ваше внимание, вся информация будет выставлена в чате региональных лидеров. Да, внимательно смотрим. Как всегда, я очень прошу не заставлять лишней информации, для того, чтобы доступ к этой информации, которая всем полезна, была мгновенной. Коллеги, есть ли еще какие-то вопросы, или мы все уже работаем, идем работать? Ирина, смена дисконта, значит, я всем еще раз обозначаю. Смена дисконта в фонде Кэпитал 31.05. Вам немножечко заранее дается эта информация, эта информация будет озвучена на нашем мероприятии в Минске. Все, что вы спрашиваете относительно 30.04, возможно, вы говорите о информации, которую дает фонд СВИК. Это их условия, и они вольны делать. Хотят они менять раньше? Пусть меняют раньше. Мы сейчас говорим про наших представителей, которые работают по условиям Skyway Capital. Скажите, понятен этот ответ? Все, отлично. Коллеги, тогда прекрасного всем настроения, всем замечательных сборов, и мы уже встречаемся с вами в Минске. Внимательно следите за информацией. Мы будем стараться дублировать очень важную информацию. И эту нашу встречу я сейчас специально поставила на запись. Еще раз прослушайте, если кто-то что-то не успел. Будет стоять в чате региональных лидеров. Все, коллеги, тогда до встречи в Минске, и всем прекрасного рабочего настроения, и вообще замечательный такой урок. Продолжение следует...